Маникюр – это нарушение кожных попровок. Теоретически им нужно передать грязные инструментарии. Передать вич на кусачках для ногтей. О таком риске вряд ли задумываются девушки, посещая маникюрный салон. В диагностическом центре края с утра длинная очередь. Они сидят в ожидании результатов. Кто-то собирается завести ребенка, кто-то сдает анализ каждый год. Кого-то привели наркотическая зависимость и беспорядочные связи. Лаборатории гарантируют полную анонимность. Чтобы сдать кровь на вещи, не надо называть имя, фамилию, возраст. Здесь выдают индивидуальный номер. Надеюсь, он окажется счастливым. Люди приходят и говорят о том, что они посещают стоматолога, делают маникюр-педикюр и, возможно, инфицирование. Когда проводишь консультирование, выясняется, что имеются незащищенные сексуальные контакты с людьми, ведь статус которых неизвестен. В Барнауле на каждые 100 человек примерно 3 вещи инфицированных. Сегодня приходят сдать анализ люди разных возрастов, даже пенсионеры. Алена из тех, кто лучше потратит 15 минут в ожидании результата экспресс-теста, чем будет жить в неведении. Как-то не присутствует никакое волнение, потому что я соблюдаю определенные этапы, которые нужны для безопасности своей. А вот у Андрея теперь появились поводы для переживаний. Да, есть девушка, мы встречаемся уже, наверное, месяцев 9, ну, около года. Теперь не знаю, как ей сообщить, брать, и кто кого заразил, тоже большой вопрос. Завтра проверить свой ВИЧ-статус можно в Алтайском педагогическом университете. В пятницу гемлаборатория откроется в библиотеке номер 18 на проспекте Калинина, 10, а 20 мая в Рубцовске на площади развлекательного центра «Россия». Ирина Корчегина, Александр Андропов. Наши новости.